привет ребята и добро пожаловать в 110 выпуск сделано с нуля мы завершаем получается уже 11 сезон этого подкаста как обычно это одиночный подкаст где я рассуждаю на какую-то выбранную тему и немножко предыстории как вы могли заметить я об этом писал своем телеграм-канале последние полгода я посвятил созданию контента про критическое мышление и когнитивные ошибки и хотя если помните в сотом выпуске я говорил что хочется посвятить год культуре этот год 2023 и я все еще надеюсь во второй половине 2023 года мне удастся такие подойти к созданию уже культурного контента то есть контента с какими-то представителями культуры плюс самому снять про культуру что мне интересно но пока я сделал приоритет сторону именно критического мышления почему потому что я начал рассуждать что вообще как я могу вообще быть полезен в текущей сложившейся ситуации до военных действий и ну реально большой суматохи в наших русскоязычных странах особенно конечно же в украине и в россии и я понимаю что я не политик там не какой-то влиятельный человек который может изменить там ход событий плюс я у меня нету всей картины информации до что принимать какие-то правильные решения поэтому я решил что вот что может объединить вообще до людей которые поляризуются ненавидит друга и да вот именно что может помочь им как-то больше начать понимать друг друга возможно иметь какие-то точки соприкосновения и понятно это с одной стороны как-то издалека заход но мне искренне кажется что изучение критического мышления и ошибок мышления и того как работает пропаганда то как мы все на это попадаем действительно может стать каким-то маленьким маленьким кирпичиком в большем понимании взаимопонимании да и как-то и надеюсь что какая-то там не знаю это небольшая маленькая лепта к тому чтобы как можно скорее люди остановили этот ужас и пришли каким-то уже переговором и закончили все это и соответственно вот поэтому я делал контент посвященные критическому мышлению ошибкам когнитивным которые нас захватывают и это видео я решил посвятить так как обычно такие видео саморефлексирующие да то я решил посвятить его топ ментальным топ ментальных ловушек в которые я попадал и в которые возможно и продолжаю попадать еще и что я имею ввиду под ментальными ловушками что это не просто когнитивные ошибки или когнитивные искажения да это такие ситуации состояние в которые ты попадаешь либо регулярно неосознанно либо возможно уже реже попадаешь но все равно и может быть даже осознаешь уже но все равно продолжаешь попадать то есть если когнитивная ошибка для меня это она может быть просто разовая да ты там не знаю поддался на пропаганду или на какую-то манипуляцию или там что-то неправильно вспомнил да там как эффект конфабуляции и так далее то ментальная ловушка это вот прям состояние в которое ты попадаешь что ли с той или иной степенью чистоты я вот постарался проанализировать и весь свой опыт да и все материалы которые я перерабатывал связанные с критическим мышлением и когнитивными ошибками плюс это специалисты с которыми общался до которые приходили на подкаст вот все это решил проанализировать плюс свой жизненный опыт и выписал мне получилось по моему 12 давайте пойдем по ним по очереди сразу хочется сказать что вот я их буду перечислять но каких-то единых рецептов решения и выхода из этих ментальных ловушек на мой взгляд нету то есть есть что-то что подойдет кому-то больше кому-то меньше кому-то поможет психотерапия кому-то просто саморефлексия или рефлексия да вот по-разному называют все время забываю как правильно в общем какой-то самоанализ до глубокий глубокие размышления кому-то возможно работа с привычками собственными да в общем я думаю что разные способы как решить и выходить из этих мыслительных ловушек в том числе у разных людей это будет работать по-разному но я един в том что ни из какой из этих ловушек нельзя выйти без какого-то сильного волевого решения самостоятельного то есть какие-то волшебные таблетки или легкие решения я не верю первое что я выписал это отложенная жизнь кто-то называет это синдромом отложенной жизни но в общем суть какая этой ментальной ловушки это когда человек искренне считает что по какой-то причине он живет сейчас не настоящей жизнью а он как бы в преддверии в подготовке к тому чтобы начать на жить по-настоящему и ну эта штука которая точно была у меня не один раз я надеюсь сейчас у меня ее нету сейчас мне кажется жизнь ощущается максимально остро но возможно бывают какие-то спады да такое состояние и давайте примеров пару приведу то есть например одно из из таких вот состояние этой отложенной жизни которое прожил это было когда я начал заниматься бизнесом какой-то момент точнее уже это много лет занимался бизнесом какой-то момент начал ловить себя на мысли ну как будто жизнь ради бизнеса то есть не бизнес ради жизни то есть как будто ты живешь чтобы просто работать это можно тут слово бизнес можно заместить на работу да не жизнь ради работы работы ради жизни и соответственно вот работа жизни это на мой взгляд более правильно то есть ты не кладешь до свою жизнь на пьедестал работы соответственно а наоборот то есть это просто какая-то часть твоей жизни и не вся жизнь тут можно уйти там в объяснение это простым словом трудоголизм или еще что-то такое но суть тут в этом примере такая что ты просто работаешь зарабатываешь и у тебя даже нету времени насладиться жизнью да ты просто продолжаешь дальше работать и вот это состояние я отношу тоже к проявлению ментальной ловушки отложенной жизни дальше также к этому я отношу такой пример проявления отложенной жизни это как его назвал техно задротство до этого людей кто занимается творчеством очень ярко выражена часто и на себе это много раз ловил то есть когда люди ну на примере меня я вот допустим видео фотографии увлекаюсь да и я периодически уходил и даже иногда ухожу наверное такой вид прокрастинации вот так называемый техно задротство когда ты уходишь в ковыряние с камерами с объективами да с какой-то техникой и вместо того чтобы творить да и уходить в полное творчество то есть это опять какая-то подготовка к будущей реальной жизни когда ты наконец-то якобы можешь себе позволить начать заниматься творчеством да надо именно такую камеру да там сделать именно такой объектив и так далее а до этого якобы ты не можешь да хотя показывает и мой личный пример и многие примеры других что когда возможно даже ты в ограниченных каких-то условиях то это даже где-то больше способствует творчество чем когда у тебя грубо говоря не ограничено ты ни в чем и можешь взять там любую камеру любой объектив и так далее то есть на самом деле какие-то ограничения в том числе и финансовые творчеству я склонен больше наверное помогают чем не помогают то есть нужно понимать какие-то рамки и эти рамки когда ты остановишь эти рамки то твой ум начинает более креативно думать как эти рамки обойти чем когда у тебя абсолютно нет рамок и ты возможно даже не знаешь чего начать да и тратишь время уходишь на выбор инструмента а не само творчество и соответственно таких примеров я думаю можно где угодно там да фото и видео это понятно там с музыкантами то же самое знаю много музыкантов которые уходят от задротства там нужны определенные инструменты определенную гитару определенные струны да там определенный не знаю там плагин какой-нибудь музыкальный без него ой никак не получится и так далее в общем надеюсь понятно напишите в комментариях еще примеры похожего я думаю многие из вас этим сталкивались я это называю техно задротство и ну наверно последний пример вот этого отложенной жизни самый яркий это прокрастинация то есть по сути все вот это наверно вся отложенная жизнь это можно назвать прокрастинации к ты в ожидании чего-то большего дальше а пока это просто подготовка и то есть вот если вернуться к первому примеру с бизнесом то вот у меня был тогда вот типа сейчас займусь бизнесом там заработаю на машинную квартиру а потом наверное займусь чистым творчеством максимальным и по сути ну конечно я надеюсь мне хватило ума потому что я вспоминаю да то есть там как я все года бизнеса я все-таки искренне как мне кажется любил и люблю да то есть любил тем что я уже не занимаюсь а люблю тем что я сейчас занимаюсь но в какие-то моменты это не очевидно иногда тебе кажется блин вот ты на самом деле хотел заниматься вот этим как будто как-то предаешь свои какие-то мечты да а на самом деле занимаешься другим или вот действительно ждешь у моря погоды как точнее не ждешь ты что-то делаешь постоянно то есть прокрастинация же это как может быть когда ты и просто что-то делаешь но просто это не то что ты на самом деле хочешь искренне делать ты просто девушки это мелочи там не знаю перекладываешь из пустого в порожнее не знаю там пыль протираешь своих инструментов да миша того чтобы взять то что ты имеешь и уже начать творить создавать вот это очень первый пункт все это я отношу к отложенной жизни в эту штуку я точно много раз попадал надеюсь сейчас попадаю реже напишите кто из вас возможно прямо сейчас таком состоянии следующая ментальная ловушка это вера в справедливый мир мне кажется что я во многом эту ментальную ловушку уже прошел но да как говорится не зарекайся и так далее возможно во мне до сих пор какие-то нотки этого есть да иногда я могу попадать сюда что я отношу к вере справедливый мир на во первых сюда я отношу подачу на манипуляции то есть любые виды манипуляции которые в целом то раньше я просто и не изучал не знал и вообще не знал что они есть и просто наивно на них попадал то есть это газлайтинг обесценивание то есть когда тебя обесценивают безосновательные осуждения до прививания тебе чувства вины и стыжения какая-то ложная дихотомия которые перед тобой ставят до какой-то ложный выбор типа либо так либо так да вот пропаганде это очень часто везде со всех сторон в любой стране до какой бы вы не смотрели инфопортал очень часто этот прием используется вот либо так либо так как будто 3 4 5 6 10 не дано хотя на самом деле ну жизнь подсказываю показывает что дано вариантов то всегда много соответственно либо какие-то да там разновидности этих если даже всего два варианта то в этих двух вариантах точно есть еще какой-то выбор какая-то свобода действий да вот это вот имеется то есть например когда я был в неудачных отношениях чтобы уже давно потому что последние несколько лет я счастлив в отношениях я женат и все супер но вот тогда я помню мне это был как сказать неудачный опыт плохих отношений которые привели меня к психотерапии в том числе и которые помогли мне сделать правильные выводы да я вообще узнал что есть такие слова как газлайтинг да и что на меня его применяли когда мне психотерапевт помог это понять ну и соответственно вот изучение какие виды манипуляции бывают изучение критического мышления плюс психотерапия на мой взгляд помогает вот эту ментальную ловушку веру справедливый мир выйти из нее но также сюда я отношу наверное найти что еще идеализацию романтической любви поясню что я имею ввиду под идеализации романтической любви давайте конкретику то есть когда там какие-нибудь фильмы ты смотришь и у тебя создается образ что вот так должны выглядеть отношения вот так должна выглядеть любовь это на мой взгляд очень можно провести параллель да если вот как когда люди подвержены порнографии я не думаю что вот так вот выглядит настоящий данном секс то же самое на мой взгляд вот когда люди подвержены вот этой образу любви через кино и фильмы я не думаю что такая настоящая любовь мне кажется параллель очень правильно и потому что на самом деле ну реально жизни по-другому то есть там часто показано до фильмах когда кто-то кого-то там должен заслужить на там добиться вот такие всякие нарративы транслируются что на мой взгляд редко очень редко является проявлением истинной любви то есть как будто кто-то кого-то убедил да чтобы он в него влюбился я вспоминаю там свои 20 лет я искренне в это верил думаю что да это можно тогда кого-то убедить и вот просто он не понял да там девушка меня не рассмотрел а сейчас побольше вот покажу себя и вот она поймет и и влюбиться грубо говоря пытаться кого-то убедить что он тебя должен полюбить на мой взгляд полная ерунда то есть в итоге настоящая жизнь это настоящая любовь это когда все максимально естественно в оба другу притягиваетесь и все естественным путем развивается превращается нам в семью в детей и так далее а когда кто-то из вас нам кого-то заслуживает то это всегда история какая-то не про любовь на мой взгляд а вот что-то кто-то кто-то кому-то позволяет кого себя любить но это наверное вот яркий какой-то пример на самом деле можно еще много примеров можете почитать про это поизучать наверняка кто-то уже про это снимал и делал какую-то информацию вот я как-то своим опытом пришел к этому что это нездоровая идеализация романтической любви ну и там другие есть всякие нарративы которые транслируются да там бывает что какие-то там такие супер какие-то отношения эмоциональные где там они постоянно ссорятся ругаются сходятся расстаются опять сходятся да наверняка такие истории есть в плане с хэппи-эндом да где бы люди там потом сошлись и жили бы не знаю для меня хэппи-энд если бы они хотя бы там не знаю 20 30 лет прожили вместе и воспитали детей до семья здоровая но чаще я вижу истории когда те люди которые там часто ссорятся расстаются сейчас ссорятся расстаются все так на эмоциях как фильме в кино чаще всего они в итоге расстаются либо разводятся и это просто травмы психологические для них и для их детей и так далее окей в общем это вот все что на что я хотел сказать про веру справедливый мир что на самом деле если кратко мир несправедлив чем раньше ты это поймешь и поймешь что бывает просто случается какая-то дрянь какое-то говно и ты не обязательно должен искать виноватых не обязательно эти виноваты и есть просто так бывает происходит и соответственно это не значит что вообще понятие справедливости обесценивание обесцененная и нужно вообще там жить без какого-то кодекса чести справедливости и вообще на все наплевать конечно же нет это значит просто что ну умея принять удары жизни не обозлившись на нее и продолжив свой путь и соответственно я уверен что справедливость может быть там в рамках отношений семьи да там обществ какая-то там степень справедливости это но в целом что вот мир справедлив это неправильное понятие на мой взгляд потому что иногда просто происходят какие-то необъяснимые вещи которые нельзя объяснить даже с точки зрения там не не науки не веры не религии то есть можно как-то понятно в софистике соревноваться но некоторые вещи есть просто необъяснимые да то почему кто-то кто вообще ничего этого не заслужил получает это да там а кто-то кто наоборот заслужил наверное какой-то кары возмездия да бывает уходит безнаказанно и так далее ну соответственно понятно если ты человек верующий то ты понимаешь что каждому все воздастся до другой жизни но вот наверно агностикам и людям неверующим да атеистам им тяжелее наверное вообще это как-то осознать следующее это сожаление о прошлом это тоже большая на мой взгляд моментальная ловушка в которую многие попадают когда это излишняя рефлексия о том что уже случилось что прошло соответственно даже когда там не знаю там ты проиграл или какая-то неудача произошла ты облажался не за только неудача в отношениях было или в работе или там в творческой жизни и вот все ты ему солишь бывает годами эту ситуацию хотя хотя она уже давно прошла и пытаешься понять а вот что надо было сделать якобы чтобы можно было изменить вот верни меня туда да там меня современного в то я бы не сделала эти ошибки и соответственно постоянное ковыряние в своем прошлом и на это люди тратят очень уйму времени и у меня был период тоже там двадцать три два двадцать четыре двадцать пять лет вот вот у меня было прям я помню страдание по моим там неудачным отношениям каким-то и вот все это слушал грустную музыку крутил я сейчас вспоминаю это конечно с юмором вообще ну то есть сейчас ну то есть даже когда там уже более взрослым человеком да у меня там были неудачи в отношениях я расставался то потом естественно я уже себя как так не мучил как взрослый на мой взгляд человек это все переживал более уже спокойно было конечно противно тяжело но ты-то переживаешь идешь дальше а вот тогда вот это вот ковыряние постоянное и вот попытки придумать как же все было изменить и ты все время ищешь какие-то возможности шансы возможность это изменить да исправить еще раз потом убеждаешься что это все было зря и неверно ну наверное смотрите нельзя тут говорить за всех да у всех действительно разные ситуации разные жизни кому-то возможно действительно что-то надо исправить да изменить но вот это лишь пример которым я делюсь и мне первое на ум пришло тогда я вот сейчас понимаю просто с течением жизни что это была полная ерунда не надо было мне на это тратить силы да там и самого себя загонять еще в эти грустные состояния там слушать грустную музыку смотри грустные фильмы и так далее но пример таки может быть и другие да там типа у кого-то не удалось там или что-то не удалось допустим в работе в бизнесе в карьере и все и вот и то есть противоположный пример у человека там все идеально в семье может быть там в отношениях но у него не сошлось с работы и все и вот он себя там годами мучает и пытается придумать почему да потом может быть начать срываться на семью свою там это все из-за вас потому что вот да я семью создал поэтому у меня там не получилось бизнес или еще в чем-то в общем вот разные такие крайности надеюсь вы поняли поэтому я это объединил все под сожаление о прошлом неважно сожаление об отношениях работе творчестве просто это все объединяет какие-то сожаления тут наверно к этому можно отнести когнитивное искажение ретроспективное искажение то есть когда человек считает что вот когда уже видит случившиеся факт он начинает понимать что ага так на самом деле это было очевидно и можно было принять просто более правильное решение в моменте на самом деле нифига не очевидно то есть бывают люди ну то есть в моменте принятия решений результат часто не очевиден поэтому такие решения принимаются возможно даже ошибочные но в моменте это не очевидно поэтому ночью почитайте про отклонение в сторону результата это вот об этом тут наверное единственное что можно порекомендовать до общего что что прошло не изменить то есть сфокусируйтесь на настоящем и наслаждайтесь получать наслаждение от настоящего и таким образом ну лично мне это всегда помогало и то есть я вот уже не помню когда бы я сожалел о чем-то прошлом прям ковырялся в нем это действительно какие-то вспоминания там 10 12 летней давности то есть когда ты стараешься больше жить жить в настоящем то и быть благодарным в первую очередь всему что ты имеешь то на мой взгляд вот из этой ментальной ловушки можно выйти упорство это следующая ментальная ловушка это когда то есть вы продолжаете работать над тем что уже потерял свою ценность или что сейчас вредит или уже не актуально банальный бытовой пример ты сидишь вечером смотришь не знаю там youtube хотя тебе уже надо спать ты знаешь что ты завтра проснешься и тебе будет плохо и ты не выспишься и это повлияет на весь твой день но ты все равно досматриваешь не знаю какой там длинное интервью или там видос на ночь может быть даже это был полезный видос но потом ты просыпаешься с утра и понимаешь что зря лучше бы ты его посмотрел с утра там за завтраком или еще когда-нибудь но это такой банальный пример упорство на самом деле гораздо более серьезные из примера когда там люди да убиваются тратят много сил пытаются оживить мертвую дохлую корову да на самом деле уже давно нужно было переключиться на что другое ну сюда наверное можно отнести когнитивные искажения отклонения в сторону целого то есть это склонность избегать незаконченности всегда завершать работу или другой процесс да то есть это начал смотреть скучный фильм эти и ты его заставляешься досмотреть хотя ну ты понял что фильм не твой тебе не подходит то же самое там с книгами бывает понятно бывает тебе нужно по работе или еще почему-то это посмотреть проанализировать или понять но если нет и это просто развлечение какое-то для тебя или хобби или время препровождения то нафига ты себя заставляешь ну косвенно можно это принести сюда когда вот ты доедаешь там вот все что на столе лежит и вот ты все съедаешь и получаешь обжорство то же самое там с инфо обжорство может быть хотя это отдельный пункт поговорим про него но суть такая что если ты положил себе немножко продуктов там или тарелку два раза меньше взял то ты вот съешь это и тебе покажется это достаточно а если возьмешь огромную тарелку обожрешься но все равно съешь до конца потому что типа надо доедать да надо довести до конца ну надеюсь такие аллегории вам понятны ну и сюда также наверное можно отнести невозвратные издержки это склонность продолжать вкладывать ресурсы в дополнение к прошлым вложениям то есть допустим ты уже вложился не знаю в какой-то бизнес или в какое-то дело или просто там не знаю какой-нибудь давай так дорогую камеру и тебе нужен к ней дорогой объектив теперь и ты продолжаешь вкладываться еще покупать дорогой объектив хотя на самом деле тебе можно было обойтись более простой камерой более простым объективом или тебе можно было уже понять что вот эти вложения там в тот конкретный бизнес уже не окупаются уже точно никак но ты продолжаешь туда вкладывать потому что ты уже туда какую-то энергию вложил да и тебе теперь хочется довести дело до конца то есть действительно иногда бывает когда нужно поднажать да и потом пойдет взлет это вот такое все-таки чувство интуиции какой-то но также часто бывает когда не нужно доводить до конца и не нужно проявлять это глупо упорство нужно перевернуть страницу следующая ментальная ловушка это не так назвал не знаю как короче назвать было бы зависимость от внешнего подтверждения своей значимости что я имею ввиду под этим я думал что вообще я это прожил лет 12-14 назад когда я где-то соответственно возрасте 23 24 22 начал лысеть и на меня это сильно повлияло потому что до этого я супер был замороченный на своей внешности и прямо я думаю ну это большой удар на самом деле такой психологический мне кажется ну я его вспоминаю достаточно мне кажется легко пережил но я просто могу понять что для кого-то это может быть жестким ударом то начать лысеть 22 года то есть я рад что я переживу это легко то есть часто мне 34 да и сейчас вообще это абсолютно нормально быть лысым мужиком 34 года а в 22 это нестандартно я бы так сказал но мне удалось это перенести как-то и переосмыслить сделать это своей сильной стороной даже я так считаю потому что я начал работать вот над своими какими-то личностными качествами и соответственно понял что личностные качества гораздо важнее внешних особенно для мужчины и я думаю мне это помогло и точно сделал меня лучшие личности лучшей версии себя то есть я благодарен то есть я был бы не против если у меня сейчас росли волосы да я потом мог менять прически но в целом я вообще из-за этого не переживаю и в чем-то даже благодарен что этот был такой наверно урок судьбы когда я переосмыслил и во многом то есть может быть если бы я не было сел я бы в чем-то жизнь по-другому пошла да там я был бы может больше эгоистичным каким-то таким человеком который бы там со влюблю самовлюбленным и так далее и поэтому почему я вообще эту ловушку мышления сюда принес это в целом то есть зависимость какого-то внешнего одобрения да там как слишком много думаешь об одежде о прическе о внешности хотя на самом деле да большинству людей по всяким экспериментам им наплевать они больше себе думаю да это а ты думаешь боишься от этого осуждения да там вышел не знаю там не с такой прической слава богу я давно уже забыл об этом и переживаешь да там то есть сейчас я точно уже много лет подряд могу себе позволить да там выйти не знаю какой-нибудь там спортивках и спокойно пойти на улицу или не знаю там не буду сильно переживать если у меня там что-нибудь порвалось или там не знаю носок дырявый в моменте да так произошло но тогда там до возрасте не знаю там 20 лет тебе кажется это ужасно все это позор там еще чего-нибудь мне кажется это так ну то есть я думаю что это естественным образом преодолевается с взрослением но почему я эту ментальную ошибку все равно выделяю потому что из-за того что я начал заниматься ютюбом я им заниматься довольно давно но вот именно последние года youtube стал как мой второй моей второй работой и возможно в какие-то месяца даже первой работой потому что какие-то месяца бывает да там просадка может быть где-то там вот в бизнесе которыми занимаюсь и ты начинаешь там возможно больше ударять в youtube в какой-то месяц до чтобы там восполнить там какие-нибудь денежные личные потери до в бизнесе и так далее может быть наоборот да и почему это вообще все про youtube потому что youtube в какой-то момент ну начинает тебя действительно тобой манипулировать то есть каждый ютюбер это поймет точно возможно сейчас здесь или которые далеки от того чтобы создавать контент вообще в целом любая соцсеть манипулирует тобой возможно не все это поймут но те кто создает контент теме точно поймут то есть начинать того манипулируйте могут соизволить дать просмотры могут не соизволить по необъяснимым причинам те кто говорят что узнает точно как работает алгоритмы youtube и на мой взгляд лгут то есть как точно работает алгоритмы никто не знает соответственно могут может дать тебе рост может отнять рост канала и соответственно от этого начинает это бы начинает как будто бы как будто бы добить по твоей самооценке как автора как создателя контента как творческого человека да там как предпринимателя тоже в том числе хотя ты понимаешь понимаешь что это нездоровая штука то есть ты начинаешь зависеть там от лайков от просмотров хотя на самом деле не должен да и вот как бы я не хотелось равно понимаю в той или иной степени этого в эту ловушку я периодически попадаю да то есть допустим вот прошлый месяц май я сделал дофига видео дофига работы а просмотров было много мало и как ни крути вот какие-то моменты я почувствовал себя неприятно из-за этого хотя я своим умом и вообще понимаю что большую часть времени да я из-за этого не переживаю но вот иногда такое бывает потому что начинаешь понимать что когда это уже становится твоей работой а от этого от работы зависит там заработок а заработка там благополучия в чем-то да то ты начинаешь естественно переживать я такую зависимость в этом вижу так себе это оправдываю потому что если ты все-таки занимаешься этим чисто как творчеством то тогда я думаю гораздо меньше вот это вот зависимость от внешнего подтверждения есть а когда от этого зависит уже твой заработок и там благосостояние семи тогда наверное это действует но я все-таки понимаю что это ловушка стараясь на это как-то осознанно смотреть понимать что такое бывает бывает взлеты бывает падение и просто надо продолжать и не зацикливаться на этим я для себя такой вывод сделал то что если зациклишься то ну это просто трата времени бесполезная дальше следующая ментальная ловушка это самообесценивание в целом я посвятил прошлое видео этой теме поэтому тут сильно не буду углубляться посмотрите просто прошлое видео там я достаточно на мой взгляд глубоко эту тему разобрал ну в общем это я это называю так это обесценивание своих результатов своих достижений своего труда незаслуженное обесценивание потому что любой труд позитивный какой-то которым я на мой по крайней мере я свой труд таким отношу да то есть я стараюсь создавать то что будет делать общество лучше поэтому такой труд вообще нельзя обесценить в любом случае полезен до получилось там получить с этого просмотра или там заработок не получилось да это уже другой вопрос главное что ты все равно трудишься продолжаешь работаешь над собой соответственно синдром самозванца суда относятся также и такое еще когнитивное искажение как пристрастное сравнение когда ты сравниваешь себя с другими не в свою пользу да то есть и начинаешь чувствовать там какой-то там чуть ли не чувство неполноценности сравнивая себя с другими ну то есть я тоже надеюсь вот это я уже давно прошел вот именно вот по крайней мере это такое пристрастное сравнение но синдром самозванца иногда у меня бывает следующая ментальная ловушка это самообвинение похоже да чем-то с одной стороны на самообесценивание но я отличаю тем что это какая-то жизнь попадание в состояние жизни с необоснованным фоновым чувством вины до постоянным каким-то суда также подходят такие ошибки мышления как персонализация когда человек полностью взваливает на себя ответственность за негативные события отрицая вклад вообще других людей других событий в то что произошло ну то есть грубо говоря там не знаю вот идет сейчас война да и ты начинаешь себя винить вот в том что ты виноват да и понятно кто-то тебе будет даже прививать такое чувство вины но потом если ты сухо посмотришь на все факты если ты обычный на гражданин но к этому привела там история последних 50 лет к тому что сейчас происходит ты не можешь себя винить в этом вот соответственно и таких может быть много примеров персонализации ну или когда просто тебя какие-то манипуляторы пытаются винить чувство вины и ты поддаешься на это то есть когда считаешь себя причиной какого-то неприятного события за которое объективно ты не несешь никакой ответственности то есть когда ты несешь это одно когда нет совершенно другое также сюда я отношу долженствование то есть это по сути гипертрофированное чувство долга когда ты постоянно живешь с чувством долга даты постоянно говоришь там я должен это я должен это сделать я должен это то есть ты сам для себя какую-то планку поставил какие-то завалил на себя груды задач ответственности и несешь эту ношу этот крест хотя на На самом деле, вот тут, что мне помогло, да, и помогает, потому что долженствование периодически у меня все равно бывает, мне помогает это заменение слова «должен» на слово «мог бы». Я не должен, а я мог бы это сделать, да. Я не должен пойти туда, а я мог бы пойти туда и так далее. Лично мне это помогает. Ну и также сюда я отношу иллюзию контроля, то есть склонность переоценивать степень того, насколько ты контролируешь ситуацию. То есть тут всякие яркие примеры вплоть до того, да, что там, если это какие-то неудачные отношения, ты можешь начинать себя винить, если тебя газлайтят, да, что, блин, вот там этот человек себя плохо чувствует, потому что это я что-то там не проконтролировал, да, и не сделал и так далее. Хотя на самом деле этот человек себя плохо чувствует по большей степени, ну если он просто, да, там, вы не поссорились, там, не подрались ничего, то по большей степени он себя чувствует плохо из-за каких-то своих внутренних причин, а не из-за тебя. Ну, в общем, вот иллюзия контроля тоже я к этому отношу, потому что на самом деле мы контролируем далеко не все. То есть понятно, есть то, что мы контролируем, и тут нельзя уходить наоборот в другую крайность, когда, типа, ты просто плывешь по течению и не паришься, да, и своей жизнью никак не руководишь. Да, многим в своей жизни мы можем руководить, этим надо руководить, но далеко не всем. Вот как-то так бы я сказал. Сверхконтроль, наверное, я это вынес в отдельный пункт, хотя, наверное, это можно чем-то соединить, вот с последним, с иллюзией контроля, но я тут все-таки выношу в отдельный путь, в отдельный пункт сверхконтроль, как ментальную ловушку, это когда, по сути, это жизнь в состоянии страха ошибки. Вот что я имею в виду под сверхконтролем. Можно переименовать это там в жизнь в состоянии страха ошибки. То есть отсюда идет и нездоровый перфекционизм, на мой взгляд, все корни его растут от этого страха ошибки, и такое когнитивное искажение, как амплификация, когда, да, то есть чрезмерное детальное планирование, когда там, ну, классический пример, пытаешься убить муху кувалдой, да, то есть тратишь кучу времени, не знаю, планируешь на то, что можно было просто сесть и сделать, да. Тут мне помогает, чтобы просто учиться больше доверять жизни и быть более гибким в жизни. В хорошем смысле этого слова гибким. Своими принципами не поступаться, но там, где ты можешь быть гибким, не нарушая свои принципы, быть им, потому что жизнь гибкая сама по себе, то есть выживаю, да, и всегда самые приспособленные. Ментальная ловушка, я ее назвал, ошибка планирования, но в целом это можно, как конкретно, такое же есть одноименное когнитивное искажение, то есть это недооценка времени выполнения какой-либо задачи, там, проекта. Ну, я это часто страдаю, до сих пор я из этого, наверное, полностью не вышел, и не знаю вообще, возможно ли полностью выйти из этого. Но, в общем, я очень часто, я бы даже сказал, постоянно неправильно оцениваю сроки, и поэтому я уже сделал себе привычку, когда я какую-то, у меня ответственность, да, я в целом-то всегда, если я какой-то дедлайн сказал, обычно я к нему выполняю, то есть нет такого, что люди ждут, да, но я больше сам на себя давлю из-за того, что я неправильно на дедлайн сказал. Поэтому теперь, чтобы иметь больше времени и возможности спокойно работать, я обычно всегда говорю в три раза больше сроки, чем у меня, ну, первое, что мне приходит на ум. Таким образом, вот ошибку планирования мне получается так или иначе из этого, из этой ментальной ловушки выйти. Ну, сюда также я отношу эффект тяжело-легко, это также, да, неправильная оценка вообще, насколько тяжело или легко сделать то или иное действие, или там проект, или задачу. То есть бывает, ты оцениваешь, думаешь, что это легко, а на самом деле тяжело. Поэтому тоже вот с оценкой, насколько это легко или тяжело, я стараюсь не спешить. То есть прежде чем такой ответ какой-то сделать, да, и принять решение, я стараюсь брать там время, подумать, и только потом уже отвечаю. Берусь я за это, не берусь вообще, насколько это легко, какой дедлайн и так далее. Следующая ментальная ловушка для меня – это инфообжорство. То есть это все, что связано с расфокусировкой внимания и потреблением там информации, в том числе и новостей. До 2022 года я вообще не смотрел новости и в целом не понимал людей, кто их смотрит, и думал, ну, нафига их вообще смотреть. Типа самое важное, я так узнаю. И в целом, мне кажется, наверное, в относительно спокойные времена это правильная стратегия, мне кажется. Возможно, даже и сейчас это правильная стратегия. Но сейчас я оправдываю то, что я реально подсел на новости и смотрю их регулярно, стараюсь с разных источников, анализировать старую ситуацию, просто потому что сейчас у нас идет состояние войны, и, соответственно, когда у тебя есть ответственность уже там семьи и ребенка, то ты пытаешься все это анализировать, чтобы принимать более верные решения. Так я себя оправдываю. Но, мне кажется, в большинстве случаев все-таки особенно, если спокойное время, то я бы, скорее всего, перестал опять бы смотреть новости. И сейчас я все равно стараюсь смотреть новости как можно меньше. Потому что действительно все равно то, что попадает в новости, это уже какая-то интерпретация этих новостей, очень много пропаганды со всех сторон, поэтому бывает лучше чего-то и не знать, чем узнать и что-то думать об этом. Ну а самые важные вещи, так или иначе, ты в любом случае узнаешь, даже если новости не смотришь. Ну, в общем, это сложная тема, мне сейчас тяжело действительно. В такое время я оправдываю, почему люди смотрят новости. И также сюда, наверное, относятся, вот почему я периодически в эту ментальную ловушку попадаю. Опять же, из-за своей деятельности на YouTube. Потому что хочешь, не хочешь, тебе нужно много информации перерабатывать, много анализировать, много смотреть, потому что это уже как твоя работа, да, YouTube. И из-за этого ты незаметно начинаешь подсаживаться на этот крючок и смотреть, уже бывает даже полную ерунду, которую тебе не нужно было смотреть. У тебя вырабатывается реально зависимость, реально плохая привычка смотреть просто постоянно что-то. Хотя не нужно этого делать. Вот в эту ловушку, наверное, самая большая, в которую я чаще всего попадаю и, наверное, самая актуальная для меня сейчас, это вот это инфообжорство. Поэтому тут какие-то советы, да, там, красивые, как из этого выйти, сейчас давать не буду. То есть я точно и снимал на эту тему много видосов. И есть у меня целый мини-курс на этом канале про цифровой минимализм, да. Но вот иногда, да, несмотря на то, что ты все это знаешь, понимаешь и внедрял много раз в свою жизнь, тогда все равно начинаешь опять поддаваться, да. Поэтому я надеюсь, только такой сейчас период у меня, когда ты все-таки включаешь осознанность и какое-то волевое решение, да, то ты все выключаешь, не смотришь, идешь, там, лучше книжку почитаешь или погуляешь. Ну, также еще самое, вот почему расфокусировка внимания, потому что ты пытаешься делать несколько дел одновременно, да. Ты можешь смотреть там, типа, новости и параллельно, не знаю, с ребенком играть. Или там читать что-нибудь и параллельно смотреть. Но уже доказан давно факт, что невозможно. Ты и там будешь не полностью, и здесь будешь не полностью. Поэтому лучше учиться. То есть тут я для себя такой вывод сделал. Надо учиться делать одно дело в моменте. Это действительно помогает. Концентрация, медитация в этом помогает. И просто вот волевые какие-то решения. Вынимать себя и идти специально делать одно дело в моменте. Вырабатывать привычку делать одно дело в моменте. И не мешать это. То есть это искусство заниматься только одним делом в моменте. Это прямо искусство действительно. И ты на самом деле ярче жизнь чувствуешь, когда ты так делаешь, чем когда ты пытаешься вместе успеть, совмещаешь. И из-за этого какая-то каша мала, и ты даже можешь не вспомнить, что ты делал вчера, неделю назад и месяц назад. И когда ты сконцентрирована, делаешь что-то одно, это гораздо больше проживаешь и чувствуешь жизнь. Следующая ментальная ловушка – это зависимость от легкого дофамина. Ну, это тоже, наверное, вторая основная моя ментальная ловушка. Интересно, поделитесь. Интересно, какие у вас основные ментальные ловушки. Вот по такой градации, как я назвал в комментариях. Зависимость от легкого дофамина для меня – это вообще… В разные этапы жизни это было разное. Когда ты, не знаю, школьник, примерно там с 11 до 15 лет я был геймером. Вот играл очень много в игры компьютерные. Слава богу, это прошло. Вот 4 года где-то было. И вот это вот тоже явное попадание в дофаминовую зависимость. Ты просто прожигаешь жизнь, играешь. Хотя реальная жизнь гораздо интереснее. И когда-то я это понял, то у меня быстро обрубило игры. Лет в 16 все, я перестал играть. То есть я не говорю, что игры – это плохо, да? Там можно когда-то поиграть, наверное, в каких-то ситуациях. То есть у меня последний раз, когда я играл в компьютерную игру, я помню, когда я болел коронавирусом, я сидел один на изоляции. Пипец, как было грустно. И тогда я поиграл в компьютерную игру. Прошел игру из детства, Max Payne. И мне кажется, тогда мне это в моменте помогло. А так вот, когда ты здоровый, полон сил и все нормально, прожигать свою жизнь в игре компьютерной, я не вижу в этом смысла. В соцсети потом, наверное, тоже был период, да, когда там ВКонтакте сначала я сидел, тоже студенчестве. Ты мог прожигать свое время, там сидеть, залипать, там какие-то в какие-то паблики вообще тупые вступать и так далее. Инстаграм, наверное, никогда я сильно не зависел так, но может, у меня был какой-то короткий период, но я даже не вспомню его. Но вот самое, наверное, что зависимость такая дофаминовая сейчас у меня, это YouTube. Я очень много смотрю на YouTube, и это точно ментальная ловушка, которая вырабатывает легкий дофамин. Гораздо сложнее заставить себя закрыть и выключить YouTube и почитать книжку какую-то более сложную или просто классику, которая заставляет тебя по-другому подумать. То есть все равно это фастфуд. YouTube в большей части это фастфуд. То есть я стараюсь там смотреть, естественно, какие-то более научные или культурные каналы, да, но по большей части это фастфуд. Последняя ментальная ловушка, которую я выделил, это чтение мыслей. И сюда я отношу, наверное, два таких основных когнитивных искажения, как иллюзия прозрачности. Это когда ты переоцениваешь свои способности понимать, что думают другие и правильно ли они тебя понимают. И второе – это иллюзия перемен. То есть ожидание, что окружающие изменятся, чтобы подстроиться под ваши желания и требования. То есть другие должны измениться, чтобы тебе стало лучше. Вот я отношу их к чтению мыслей, в целом к этой ментальной ловушке. Почему? Ну, потому что, наверное, мне кажется, сейчас я тоже прошел этот этап, но были точно моменты, когда я пытался, был убежден, что вот... То есть человек мне мог прямо говорить «нет, я так не считаю, я так не понимаю». Я был убежден, что нет, я могу ему доказать, объяснить, переубедить его, изменить этого человека и так далее. Я мог тратить на это силы, энергию, а на самом деле, ну, просто надо было принять, что человек по-другому думает, он другой, и все. И не пытаться... И главное тут, наверное, решение в чтении мыслей – не додумывать за другого, а вот максимально выйти на прямой, искренний, прямолинейный диалог, где вы друг друга постараетесь понять, и все. И вот это мне точно помогало в выходе из этой ментальной ловушки. То есть я переставал пытаться читать мысли, предугадать что-то, а в прямом диалоге получал ответ, и все, понимал, и, соответственно, уже без каких-то увиливаний либо принимал, как человек считает, либо не принимал, но уважал его мнение, и сказал «Окей, все, я думаю иначе, но я принял это, и все, и идешь дальше». В общем, ребята, вот такие ментальные ловушки. Надеюсь, было полезно. То есть был такой рефлексирующий выпуск, где я старался вспомнить все свои ментальные ловушки. Но мне кажется, многие из вас в них тоже попадают. Давайте поделимся этим в комментариях, обсудим. И поделитесь вашими способами, как вы выходите из этих ментальных ловушек, что вам помогает. Спасибо вам за внимание и покеда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok